всем привет меня зовут ирина коваль вы на моем канале сегодня я вам хочу показать одну из последних моих моделек которые я сделала естественно из фатина кто следит за мной instagram все прекрасно знают что я обожаю работать с фатином причем любого плана любого качество будь то евро фатин стрейч фатин гофре фатин чего только из этого уже не поношила мне уже можно было бы быть вполне амбассадором если можно так сказать этой ткани и представители какого-то вот магазинам вполне и сегодня я вам представляю показывают этот платье 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 легкая воздушная ничего лишнего и когда мне клиентка сказала что она хочет себе американскую пройму но самое важное мне было чтобы мне тоже было интересно его делать что для меня может быть интересным попробовать какую-то новую технологию новую фишку чего я еще не делала например и здесь у нас это получилось вертикально веще подобного плана я шью с применением так называемых тонких технологий этому не учат к сожалению в учебных заведениях это все приходит только с опытом и самое главное это не допустить лишней толщины какой-то лишней грубости чтобы все было максимально тонко и легко здесь вы можете прям хорошо посмотреть и несмотря на то что платье на подкладке вот как раз наша молния тем не менее все сделано очень тонко посмотрите молния молния потайная никак с изнанки я даже подклад не стала подгибать туда во первых в таких платьях которые просвечивают это лишний слой более плотные который будет точно также светится мне этого конечно не хотелось и наша фишечка с помощью которой можно ходить без белья это наши вот эти вот штучки сами штучки тоже очень даже неплохо выглядит я уже даже думаю вот эти наделать вот эти вот такие кружочки и возможно применить уже сверху на каком-то платье виде декора может какие-то большие горохи но вот здесь это вот у нас такая фишка чтобы можно было ходить без белья тем самым чтобы это добавляло какой-то объем и именно в этом месте было не тонко чтобы наш какие-то анатомические особенности слишком в общем не были видны вы меня поняли так подкладка она вся также воздушная фиксируется только где пройма и где молнию а а интересно получилось обработка кроме которая переходит вырез по спине тоже тонкие технологии причем с изнанки получилось даже ювелирнее чем с лица здесь строчка есть а здесь даже строчки не видно надо это использовать еще где-нибудь чтобы было где-то сверху взяла себе на заметочку на подкладке у нас идет такой небольшой вырез когда платье просвечивает разворачиваются вот эти вот детальки то вот этот вот мысик его видно также у нас еще разрезик сзади на подкладке тоже молния кстати приму до самого до самого конца у нас практически идет и также впереди на подкладке маленький такой разрезик и на основном платье тоже есть разрез как раз вот в этой нашей слоеной детальки вот так платье выглядит с изнанки и еще хочется отметить мой эксперимент который я провела над бретелями бретелями завязка они тоже слоеные вот скреплены строчкой цель на выкроенные с декором который идет по верху платья и в общем получается вот такая вот красота интересные завязки мне очень понравились потому что вот с этими завязками вечно рулик не рулик тесьма не тесьма но какой тут может быть рулик или тесьма это совершенно все не то а так вот просто не отходя от темы идеальный вариант получился первый раз делаю думаю что не последний однозначно спинка молния внутри слоев между подкладкой основным платьем тоже запаковано и 9 п и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такую модель платья я обязательно хотела бы повторить, чтобы она у меня была в прокате. Я думаю, что желающих найдется достаточно, потому что модель прекрасно сидит, великолепные ощущения. И как-то все так просто, но в то же время не просто. А для того, чтобы внедрить какую-то модель в прокат, ей нужно название. Так вот, с названием тоже особая история. Я давай искать в итальянских словах, я люблю итальянский. Как будет слово «слоёное» или «слойка». И онлайн-переводчик выдал мне слово «софио». Думаю, боже, это божественно красиво, тем более так созвучно с именем моей дочери. Думаю, это символично, это оно. Но я тертый калач, и у своей подруги из Италии я проконсультировалась. Правда ли, что «слоёное» и «слойка» — это «софио» по-итальянски? А она говорит, нет, «слойка» и «слоёное» — это совсем там другое слово. «Софио» — это что-то такое дуновение ветерка или что-то такое, в общем, очень воздушное. Я думаю, это тоже подходит. Замечательно! Итак, новая модель от меня — платье «Софио». Я думаю, что я его не раз еще буду повторять и повторю с удовольствием. Ну а с вами была Ирина Коваль и мой канал «Дизайнер в маленьком городе». Ждите следующих выпусков, будет очень интересно. Я для вас очень много готовлю. Подписывайтесь на мой канал, переходите в Инстаграм, поинтересоваться, чем я занимаюсь. Ставьте лайки, жмите колоночек. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!